7 ноября стартовал сезон Суперлиги по хоккею с мячом. В стартовом матче 30-го чемпионата России Сканифтяник камня на камне не оставил от казанского Акбарса Динамо, ученив соперником один из самых сокрушительных разгромов в истории противостояния команд Хабаровска и Казани. Но затем с двузначным счетом проиграли на домашнем льду действующую чемпиону московскому Динамо. Капитан команды Василий Грановский извинялся перед болельщиками, цитируя, за такую беззубую игру. Затем была победа над Родиной, проигрыш строителю и воднику и выигрыш у Мурмана. По результатам этих матчей Сканифтяник находится на пятом месте, это уже произносить даже как-то непривычно. Но есть одно но. В последних играх со строителем и водником 70 и 85 минут штрафов соответственно. Судебная экспертная комиссия Федерации хоккея с мячом серьезных нарушений в работе бригады арбитров на играх не нашла. Все голы были засчитаны правильно, но болельщиков такое положение не устраивает. Губернатор края Михаил Дегтярев обещал помочь разобраться с судейством. О настройе команды поговорим с гостем. У нас в студии Виталий Афанасьев, пресс-аташек клуба Сканифтяник. Виталий, доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии. Доброе утро. Взаимно. Как мы и сказали, на пятом месте сейчас находится наша команда. Болельщики действительно уже, да и мы, отвыкли все от таких цифр, да, пятое место, как-то непривычно. Но от того может быть и интереснее. А вот в чем все-таки причина такого старта? Ну, причин на самом деле много. Давайте начнем с того, что не будем поднимать раньше времени панику. Да, не будем, конечно, конечно. В истории любой команды случаются взлеты и падения. Взять просто и то же самое Московская, Динамо, Красноярский, Енисей, то есть основные фавориты наши, основные конкуренты. В истории этих команд, и в частности, и в истории нашей команды были такие моменты, да, что взлет, падение, то есть без этого спорта не бывает. Сами сказали, что иначе неинтересно. Вот. Если говорить о причинах, то причин достаточно много и достаточно объективных. Начать с того, что из-за пандемии команда одна из последних начала подготовку к сезону и поэтому должным образом не успела подойти к первым официальным матчам на Кубок страны. Как итог, не смогла пробиться в финальную стадию розыгрыша. И тем самым, так получилось, лишила себя необходимой игровой практики в осенний период. А учитывая то, что, опять же, из-за пандемии сорвалось много соревнований, за сентябрь-октябрь команда смогла провести всего четыре тренировочных матча. Для сравнения, вот еще два года назад команда проводила порядка двух десятков игр. То есть, сами понимаете, да, то есть игровая практика, она необходима для того, чтобы команда вкатилась в сезон, наиграла связи, тем более, давайте не будем забывать, что достаточно серьезные изменения произошли в составе команды, вот получилось перестроение, у нас вернулся главный тренер, у которого свое видение на игру. То есть, все это требует определенных наработок, времени, опять же, да, и практики. Вот, к сожалению, команда этого была лишена и таким образом, ну, скажем так, к старту чемпионата страны мы подошли не совсем в оптимальной игровой, прежде всего, форме. Если о физических кондициях здесь говорить можно по-разному, это слово специалистам, то с точки зрения игровых, да, мы подошли не в самой оптимальной форме, учитывая, что то же самое Московская Динамо прошло очень большой цикл игр, то есть команда приняла участие в финальном розыгрыше Кубка страны, приняла участие в турнире Вульяновске на Кубок Волгоспорт-арены тамошней, провела серию контрольных матчей, то же самое другие наши основные соперники, и вот здесь не получилось. Что касается, ну, понятно, саморезонансное поражение от московского Динамо в родных стенах, ну, здесь, наверное, стоит говорить о несчастном случае. Черный день, бывает, опять же, в истории любой команды, не пошла игра. Ну, не пошла, к сожалению. Поэтому болельщики здесь тоже должны немножко с пониманием относиться. Опять же, давайте вспомним, как несколько лет назад мы тоже самое Московское Динамо дважды обыгрывали с двузначным счетом. Что должно было твориться в душе тех же самых московских болельщиков? Или тот же самый Енисей, который в гостях мы обыграли, если мне память не изменяет, 11-3. Тоже это такой удар по самолюбию красноярцев, да? Но, тем не менее, это нужно пережить и спокойно готовиться к следующим матчам. Команда, безусловно, приучила за последние годы болельщиков к вот этим крупным победам. Даже сейчас просто победа с разницей там один-два мяча, ну, победили. А раньше было, вот как любят, говорят, болельщики. И одной из причин поражения, они, конечно же, считают судейство. Очень много штрафов выписывают, допустим, в отдельно взятом матче. 85 минут, 90 минут, это же ведь сказывается на игре команды, постоянно играть в меньшинстве. Как сами хоккеисты к этому относятся? Что в команде? Какой настрой? Ну, и скажем сразу, да, что с судейством сталкивается команда не первый год. Ну, давайте я начну с первого вопроса относительно настроя. Есть такое понятие, да, нас бьют, а мы крепчаем. То есть команда, несмотря на поражение, настрой самый боевой. Ребята очень амбициозные в своем большинстве, да, которые имеют огромный опыт выступления и во внутренних соревнованиях, и на международных, в активе которых многочисленные победы. Естественно, что просто так сдаваться никто не собирается. Поэтому все настраиваются на предстоящие матчи, настраиваются на то, чтобы постепенно улучшить свои результаты. Вот, кстати, последнее поражение отводника. Я хотел бы напомнить, что в прошлом году архангельская команда тоже очень и очень неудачно, на самом деле, стартовала в чемпионате. А в конечном итоге едва не отобрала у нас бронзовые медали в плей-офф. В хоккее с мячом я хотел бы напомнить, да, что цыплят считает по весне. Сейчас идет регулярный чемпионат, но все основное, вся основная борьба развернется в плей-офф. То есть это будет март месяц. Поэтому достаточно времени для того, чтобы, опять же, наиграть в свои необходимые кондиции, да, и подойти в оптимальной форме. Что касается судейства, самый больной вопрос, наверное, на протяжении, что существует не только хоккей с мячом, а вообще игровые виды спорта. Судейство – это всегда больной вопрос для всех. Болельщики всегда очень субъективно подходят к действиям арбитров. Что касается последних матчей, ну, я, честно говоря, некомпетентен говорить на эту тему. Ну, хотя бы в силу того, что в регламенте проведения чемпионата страны по хоккею с мячом есть такой пункт, и, насколько я знаю, он есть даже и в континентальной хоккейной лиге, и в других игровых видах спорта, что официальные представители клубов не имеют права комментировать решение арбитров. Поэтому давайте пока вот здесь вот остановимся, посмотрим, что будет дальше. Мнение болельщиков, да, оно всегда было, есть и будет. Мы его уважаем, ну, и я думаю, что к этому мнению болельщиков, конечно, необходимо прислушиваться. А вот не хватает ли команде, нуждается ли команда в поддержке болельщиков? Однозначно. Потому что сейчас же все-таки из-за ограничений. Не представляете, как не хватает болельщиков, на самом деле. Конечно, вот эти 500 человек в 10-тысячном пространстве, они настолько растворяются, что... Разговаривали, вот, кстати, буквально на медне мы с главным тренером, с Михаилом Юрьевым, поднимали этот вопрос. Он просто разводит руками, говорит, я говорю, конечно, мы все помним, да, до начала пандемии, то количество болельщиков, которые приходило, особенно на топовые матчи, когда тот же самый Енисей собирал по 9 тысяч человек. И естественно, что когда 12-й игрок вырастает крылья за спиной, это скажет любой хоккеист. Безусловно, этого не хватает. Мы с нетерпением, с огромным нетерпением ждем, когда же, наконец-то, ситуация изменится в лучшую сторону. Будет разрешен допуск большего количества болельщиков. Мы с удовольствием ждем, просто приглашаем всех болельщиков на трибуны арены Ерофея. Ну и, как говорят, в таких случаях вместе победим. У нас две игры, да, дома, следующий, ближайший. Потом что дальше будет? Ну, завтра мы играем с Кемеровским Кузбассом. Затем у нас заключительный домашний матч этой серии с новосибирским Сипсельмашем. И затем команда отправляется на очередной выезд. Тоже достаточно сложный, затяжной. Четыре игры. Первуральск, Красноярск, Нижний Новгород, Ульяновск. Особенно, конечно, здесь особняком стоит матч в Красноярске с Енисеем. Сами понимаете, принципиальный соперник, плюс действующий чемпион страны. Поэтому спор будет очень жаркий. Ну и под занавес уходящего 2021 года, 25 декабря, последний в этом году домашний матч против Иркутска-Байкал-Энергии. Тоже принципиальный соперник. Однозначно. Будет битва. В любом случае, мы будем все болеть, смотреть, следить за нашей командой, за результатами. Мы желаем удачи и вам, и нашей команде. Виталий Афанасьев у нас в студии. Пресс-эташе клуба «Сканевсяник».